Здравствуйте, это Милонов шоу. 22 апреля вся страна ежегодно вспоминает день рождения Владимира Ленина. Однако, все забывают, что до этого 300 лет страна управлялась романовыми. Что сейчас для нас более ценно? Кто оставил большее наследие для России нынешнего 21 века? Династия Романовых или Владимир Ленин? Поговорим с историком Егором Яковлевым. Будет интересно. Сразу к вопросу. Отдельные СМИ, отдельные фильмы, особенно советского времени, рисуют Николая II, человеком склонного к употреблению алкоголя, к слабовольным, бесхарактерным. Другие говорят, что это был мощный правитель, последний царь России. Как ваше мнение, кем был Николай II? Николай II, как государственный деятель, оказался не на высоте своего положения. Дело в том, что сама система монархии, абсолютная, которая существовала в России практически до самого конца, она очень часто выдвигала на вершины государственной власти малоспособные к этому фигуры. И трагедия Николая II заключалась еще и в том, что его к правлению не успели подготовить. Александр III почему-то не озаботился этим вопросом. Он умер неожиданно для всей России. Предполагалось, что он будет правиться значительно дольше. Но вот так случилось, что Александр III скончался в 1894 году. Как он мог подготовить молодого Николая? Он же был еще очень юн. И подготовить его к государственному управлению было невозможно. Он был уже не юн, ему было 26 лет, он уже был молодым мужчиной. Подготовить таким образом, чтобы он имел навыки управления государством. Александр III почему-то таких навыков ему не передал и даже не нацеливал систему образования Николая II на это. Поэтому в 1894 году в власти оказался человек, который в целом не совсем понимал, что делается, свалившись на его голову ответственностью. Он многого не знал и не умел. И этим он, скажем, сильно отличался от, например, Александра II, которого целенаправленно готовили к управлению. Даже то образование, которое он получил, оно рисовало у него картину, сформировало у него картину, на мой взгляд, не до конца релевантную. То есть человеком, который вложил в голову Николая картину мира, был Константин Петрович Победоносцев, оберпрокурор Синода. Человек, который является одним из лидеров русского консерватизма и основная идея Победоносцева заключалась в том, что Россия это совершенно особое образование, в котором не нужен никакой западный парламент, это самодержавная монархия, где существует трогательное единение царя и народа. И по большому счету ничего менять в империи не нужно. Все это только к худу. То есть Николай II вступил на престол с мыслями о том, что любое реформирование России, реформирование в плане создания парламента, дарование России Конституции, это зло для нашей страны. И это была ошибка. Проблема правильной оценки заключается в том, что мы очень часто не видим реального портрета человека. Сравните портрет в описании советских историков и портрет с точки зрения монархистов. Совершенно с разной абсолютно точки зрения они подходят. В Один Пикуте пишет одно, там кто-то другое. Как ваше впечатление, вот абстрагируясь от отношений, кто был Николай II по характеру? Если говорить о государственном деятеле, то он был политиком XIX века. То есть тем человеком, который полагал, что политический процесс совершаться в кулуарах. В то время как реальная политика уже начала XX века стала публичной. И одна из его главных политических ошибок, это то, что он оставлял Распутина при себе. Потому что Распутин, это был человек, который страшно компрометировал царскую семью. Это человек, который во дворце себя вел одним образом, а за пределами дворца вел себя совершенно другим образом. И да, не было, скажем, связи Александра Федоровна или царских дочерей с Распутиным, о чем тогда судачили на каждом углу. Но Распутин... Но наеха Москвы до сих пор об этом рассказывает. Вот, но этого не было, это абсурдно об этом говорить. И сейчас ни один серьезный исследователь, конечно, вам не подтвердит, наоборот, опровергнет решительность, что могла быть какая-то сексуальная связь царицы с Распутиным или дочерей Николая Второго с Распутиным. Вся эта грязь, она уже давно отмыта. Но было то, что Распутин брал взятки, что Распутин способствовал назначению тех или иных лиц, или во всяком случае пытался способствовать назначению тех или иных придворных лиц. Было то, что Распутин вел довольно предосудительный образ жизни, что в его квартиру с раннего утра набивались разного рода просители, которые искали его расположение. И вот это было уже совершенно нетерпимо и пятнало трон, безусловно. Если мы сравниваем двух политиков, которые встретились в критические для нашей страны времена, Николай Второй и Владимир Ильич Ленин. Но как вы можете сравнить этих двух людей? Ленин, кто он был? Если мы поняли, кто был Николай Второй, то кто был Ленин по своему характеру с вашей точки зрениями? Ну, сравнить их можно, в первую очередь, по результату. То есть Николай Второй проиграл, Ленин победил. Ленин был, конечно. Победил ли Ленин? Конечно, победил. Николай Второй был человеком скорее реакции, а Ленин был человеком прогресса. Николай Второй был, если позволите, человеком средневековья. Ленин был человеком модерна. Вот эта личность была с вашей точки зрения человеком модерна? Конечно, конечно. Ленин с Тарвотским и со всей этой... Конечно, это люди, которые, собственно, перетащили архаичную, отсталую Россию в модерн. Ну, модерн-то это точно не модерн. Ну, какой же не модерн? Военный конструктивизм, я бы сказал. Модерна там не было. Модерн, наверное, вы имеете в виду наличие у него любовницы, Энессы Арманд. Ну, слушайте, Виталий Валентинович... Это фейк? Что? Энессы Арманд? Конечно. Мы не знаем, что происходило между Лениным и Энессой Арманд. Есть только переписка, очень теплая, которая намекает на некие чувства, которые у Энессы Арманд существовали к Ленину. Была ли она его любовницей, мы этого не знаем. По большому счету, это не так и важно. Но почему не так? Ленин в своей частной жизни... Давайте... Нет, я просто... Давайте, подождите секундочку. Я говорю про то, что Владимир Ильич Ленин заключил Борецкий мир, по которому наша страна была лишена огромного количества территорий. Владимир Ильич Ленин никогда не давал... Он был против Борецкого мира? Конечно. Владимир Ильич Ленин никогда не давал немцам ни обязательства заключить Брестский мир, никаких бы не было других обязательств. Но мы же этого не знаем. Ну, как не знаем? Знаем. Мы это знаем. Знаете, мы на Марсе еще не были никогда, но знаем примерно состав планеты. Так и по результатам мы можем сказать. Ну, мы можем сказать следующее, что за те годы, которые прошли из Брестского мира, да, уже больше ста лет, вот, мы не нашли ни одного документа, который свидетельствовал бы о каких бы то ни было договоренностях Ленина или других лидеров большевиков с немцами. Зачем им показывать немцам это? Немцам огромное количество причин, по которым они могли бы это показать. Ну, например, в 1941 году они могли бы это показать для того, чтобы начать разлагать большевистскую партию изнутри, ударив по ее главному силу. Ну, в 1941 году они много что показывали. Это первое. Во-вторых, все, что могли, показали. В 90-м, там, в 88-м году могли это показать. Это было бы очень в строку 88-м. Ничего подобного. Могли не показать. Вот. Так могли не показать. Потому что в 90-м году это было показывать невыгодно, потому что тогда многие реформаторы, революционеры, ну, с другими цветами тоже представлены были бы в подлинном обличии в качестве агентов влияния. Тогда как раз настоящие агенты влияния всячески это скрывали. Смотрите, в чем... Было же очень много. 90-е годы это вообще вот идеология Ленина, немецкий шпион. Без всяких доказательств. Поэтому ваша логика здесь не проходит. Ну, тогда, нет, давайте, почему есть моя логика? Я просто, я как раз пытаюсь докопаться, что если... Надо всегда смотреть, кому это выгодно. Если Брестский мир был выгоден Германской империи, вот, то, соответственно... В 17-м году. В 17-м году. Реально. Баварская Салийская Республика. Кому было выгодно? Положение... Ну, вы еще вот-то Великоснину вспомните. Так вот, я вам скажу, что положение войск в 17-м году при царе. При еще не отрекшемся на станции дно Николая II. Николай II, главнокомандующий Российской армии. И 18-й год. Все то же самое, только с Лениным и Троцким. Ну, наверное, стоит признать, что за один год ситуация ухудшилась просто необратимо. Уже было невозможно выиграть этой войны. Ну, формально, конечно, война была выиграна, потому что Брестский мир был денонсирован в конечном итоге. Немецкие войска покинули территорию России и произошло воссоединение большей части этих территорий уже в формате Советского Союза. А также соединение Берлина Западного и Восточного, это уже было потом? Так нет, ну это было потом, но это было при Ленине. Да, смотрите, что происходило. Во-первых, вот вы говорите, конфигурация войск при Николае II. Дело в том, что конфигурация войск сама по себе ничего объяснить нам не может. И в такой масштабной войне, какой была Первая мировая, состояние фронта, оно не более важно, чем состояние тыла. Вот тыл в 1917 году уже окончательно прогнил, и там все сломалось. И у Николая II не было возможности тоже выиграть войну. Он почему отрекся? Он отрекся потому, что он надеялся, что его отречение сумеет вот это вот нивелировать внутреннюю смуту. Потому что если бы он начал подавлять февральскую революцию, это означало, как ее мог подавить? Только сняв войска с фронта. Снять войска с фронта, это значит сорвать надвигающееся наступление, которое он планировал. Поэтому он не стал подавлять эту революцию, а просто отрекся, думая, что этого хватит. Но на самом деле он неверно оценивал ситуацию, и этого уже не хватило. То есть система прогнила, уже при самом Николае, она прогнила настолько, что выиграть войну было уже невозможно. Когда я вам привожу пример, пример Брестский мир, вы говорите, нет никаких доказательств. А я веду. А я говорю про то, что то, что вы сейчас утверждаете, точно так же недоказуемо. Это ваше предположение. В смысле недоказуемо что? Вот измена ставки Николая Второго, она не требует доказательств. Да, ну вспомните, Брусилов, Алексеев, разве не они сподвигли Николая? Разве не по их вине в том числе так не зашло? Ну что значит сподвигли? Он задал им вопрос, нужно ли ему отрекаться. Они ему ответили, да, нужно. Они ему ответили, если бы они не сказали нет. Если бы они сказали мы с вами, мы сцарем. Это уже личный вопрос к Николаю. Я думаю, что здесь причина не только в психологическом настрое и не только в ответе командующих фронтами. Хотя это имело свое значение, особенно на Николая повлиял ответ его дядя Николая Николаевича, который командовал Кавказским фронтом. Но опять же, они не заставляли, они не держали Николая в заложниках. Николай мог не принять их точку зрения, и он нашел бы на кого опереться. Он нашел бы на кого опереться, наверное. Он мог бы обратиться через голову к солдатам. То есть можно было теоретически сохранить монархию в России? Нет, я думаю, что нельзя. Почему? Ну вы же сказали, что он мог на кого-то опереться. Состояние на фронте было не таким трагическим. То есть ряд шагов внутри России, предположим, политические репрессии в отношении смутьянов. И что? И можно было бы избежать? Объясняю. Политические репрессии в отношении смутьянов можно было бы осуществлять только с помощью взятых с фронта войск. То есть сам петроградский гарнизон, к моменту, когда Николай бы прибыл к столице, он уже полностью перешел на сторону восставших. В Петрограде у Николая поддержки практически не было. Усмирить то, что происходило в Петрограде можно было бы только с помощью войск. Но нет никакой гарантии, что эти войска, опять же, не перешли бы на сторону восставших, не перешли бы на сторону народа, точно так же, как перешли войска петроградского гарнизона. Почему Россия после прихода Ленина к власти, он же не был, я уверен, что Ленин не был человеком, который мечтал сожрать всех людей. Нет, он хотел, наверное, что-то хорошего. Но почему одни страны... И получалось? Нет, у него не получилось. Получилось, Сталин уже стал. Мы не берем Сталина. Но почему в одном случае получилось нормальное развитие, а в другом случае получился военный коммунизм, противоразверстка, великий там... И все дальше по списку. Так, все очень просто. Во-первых, я сразу оговорюсь, чтобы не забыть, что брать Сталина без Ленина, это большая ошибка. Сталин без Ленина невозможен. Это первое. Конечно, невозможно. Сталин был прямым продолжателем того, что наметил Ленин. И того, что он уже начал делать, на самом деле. Что касается, почему продоразверстка, я объяснил. Это оккупация части страны насильственная. Причем немцы же не удовлетворились результатами Брестского мира. Они поперли дальше. Они оккупировали территории и на Дону. Они оккупировали и Крым. Все это не было предусмотрено, безусловно, Брестским миром. Точно так же, как Турция поперла на Баку. Поэтому был реальный захват. Была реальная оккупация. И кроме того, началась гражданская война. А вот этими мерами была вызвана продоразверстка и, по сути, политика военного коммунизма. Как только гражданская война закончилась, и государство стало выходить из этого кризиса, политика военного коммунизма была заменена... Новую буржуазную политику. Да, НЭПом. Это не была буржуазная политика. Это было частичное восстановление... Восстановление мелкого помещения. Под контролем пролетарского государства. Такой китайский вариант капитализма. Ну, не совсем, потому что в Китае, мы видим, сейчас там олигархат расцветает. И да, здесь для олигархата возможностей не было. Но появился частный собственник, да. Безусловно. Но под контролем пролетарского государства. Но быстья этого частного собственника... Не будет, это сделал как раз не Ленин, а Сталин, который вами от Ленина отделяется. И, видимо, вы тоже это со знаком плюс воспринимаете. То, что частного собственного, раз это сделал Сталин, воспринимаете, видимо, со знаком плюс. Ну, я надеюсь, что нас хоть это с вами немножко объединяет, что мы положительно оцениваем роль Сталина в истории нашей страны. Мы положительно оба оцениваем роль Сталина, но я категорически противник отделения Сталина от Ленина. Я считаю, что Сталин... Скажите, а без Ленина, абсолютно без Ленина вы... Неужели вы реально считаете, что Россия без Ленина не вынуждена была бы ликвидировать огромный пробел? Что Ленин это человек, который сыграл абсолютно ужасную роль? Что значит вынуждена была ликвидировать огромный пробел? Вопрос о том, смогла бы она его ликвидировать без Ленина. Без Ленина не как даже, как фигуры, как человек из плоти и крови, а без ленинских идей, без ленинской политики. Но разве Сталин был человеком номер два в ленинском правительстве? Ну, что вы видите, я говорю, так вот, правительство, так общество. В разное время по-разному, но, безусловно, он был в пятерке. Да, это был один из... и чем дальше, тем больше он становился одним из самых близких к Ленину. Чем слабее был Ленин? Нет, я бы не сказал. Дело в том, что Сталин первоначально воспринимался как, в первую очередь, деятель национального вопроса. И он действительно был замечательным теоретиком национального вопроса. Его статья «Марксизм и национальный вопрос» 2013 года считается классической. Именно поэтому он и занял пост наркома национальности в первом советском правительстве. Но потом, вот даже в некотором смысле случайно так получилось, и так часто бывает в событиях революции, в событиях смуты, Сталин начал проявлять такие качества и успешно действовать на таких постах, которые изначально ему не предназначались. Как произошел взлет Сталина как военного вождя? Ведь он же поехал в Царицын не руководить армией. Он поехал как уполномоченный по снабжению центральной России хлебом. Но он понял, что если он не решит военные задачи, он свою, ту задачу, которую ему поставил Ленин, обеспечить центр хлебом, он не сможет. Поэтому он постепенно начал перенимать и брать в свои руки узлы управления обороной, вступая в конфликт с местным военным руководством. Постепенно он взял эти рычаги управления в свои руки и действовал очень успешно. То есть царский генерал Краснов с одной стороны наступает на Царицын два раза, а ему противостоят люди, которые не имеют военного образования. Это Сталин и Ворошилов, и Минин, еще один деятель обороны Царицына, большевик. Но тем не менее Сталин и Ворошилов побеждают этого, казалось бы, профессионального военного. Он ничего не может с ними сделать. То есть Сталин проявляет себя уже как военный, приобретает авторитет. И потом его уже начинают направлять на самые ответственные участки фронта. У Сталина огромная роль в гражданской войне. Его отправляют в Вятку расследовать так называемую Пермскую катастрофу. В 1919 году Сталин один из руководителей обороны Петрограда, когда на него наступают Единич и английские интервенты. Мы с вами не закончим на этом. Я думаю, что это очень интересно с вами общаться, потому что вы, безусловно, очень интересный собеседник. Я вам искренне благодарен. И главное, что в этих спорах мы сохраняем главное. Мы сохраняем наше трепетное и проникнутое патриотизмом отношение к нашей стране. И споры между нами, они носят не характер противостояния, а характер попытки найти поиск и не допустить повторения ошибок, которые были допущены как до 1917 года, так и после 1917 года, безусловно. Спасибо вам огромное и, ну, все видели, что это не последняя встреча.